1, 2, 3. Всем привет, это 15 серия проекта от 100 рублей до миллиона и мы сейчас выезжаем на барахолку. Александр, с какой суммой мы выезжаем? Кто не смотрел в предыдущей, да? Нет. Мы едем с суммой, которую заработали в прошлом видео. Кто не смотрел прошлое видео, обязательно посмотрите. И с этой суммой мы едем на барахолку и сейчас купим все. Мы приехали на барахолку и сейчас с Сашей пойдем покупать старые вещи и еще у нас есть нововведение. У нас есть Анна, старший сотрудник под прикрытием. Мы ей тоже дадим денег и она тоже пойдет покупать. Мы дадим тебе сколько? 15 тысяч рублей. Да, ребенка взяли в аренду. Да, ребенка взяли в аренду, чтобы они не запалили. И мы даем тебе 15 тысяч рублей и Аня отличный специалист, у нее большой опыт и посмотрим, что она тоже купит. Аня расхитительница барахолок. Аня, мы тебе даем 15 тысяч рублей. О, я справлюсь. И камера. И ушла в закат. Мы идем. Аня тоже поехала с другой стороны, обходит рынок. Мы обходим с этой стороны рынок. А почему этот олень или как? Это тысяча рублей. Это с Волги 21. Да. Только у него что-то не хватает, да? Да. У, рук. А пушка, ой. А пушка в какую цену? 350. А у нее нет механизма, да? Она без механизма такие. Угу. Уважаемый, а вот это почем? По 150. По 150, да? А эти три, по что? Давайте 350 сделаем. По 100 я не хочу. 350. А почему такая открывашка? 100 рублей. А, ну да, совсем простая. Спасибо. А пакетик есть у вас? Сейчас посмотрим. Сейчас еще погодка хорошая. Отлично. Приятно ходить. Надо вообще каждый выходной ходить. Да, разминка, конечно. А почему зажигалка? Так, вот это 200 рублей. Что, а ее нет, да? Не знаю. Мы ее не заправим, наверное. Айфон третьих вещей. Айфон, ты хотел айфон? Бери его. Ага. А за 150 отдадите? Да, забирайте. Это бездача. Хорошо. Так, 150 зажигалка. Вот это необычно декупротсишнич. О, рамочка. Труба. Ну-ка, единственная, когда лакирована, сбросишь. Так, это что такое? Большая. Сколько зажигалок? Зажигает там? 6. А горн вот этот? Это 4. 4, да? А сколько интересная зажигалка? А я вообще не знаю, где она. Нагалые? Ну что, ее заправил нахот хватает. Нахот хватало тебе? На 3 года. На 3 года. Зажигалка на 3 года. А рамочка в какую цену? Рамочка. Рамочка-7. Бронза. Не, надо ее заправлять там. Ладно, про касяна. Ну, еще за сколько-то? Ну, блин, если тебе надо, я не знаю. Литро-бензина на 3 года. А давайте дешевле? Сколько продадите? Давайте 700. На 700. Давайте. На. На память в день 30-летия Ира Грише. Мы ее не продадим с дарственной. Да, нормально. Ладно. 800. Так, пересчитайте, пожалуйста. Что, классно? Да не знаю. Нормально, нормально. Это самая дурацкая вещь, которую мы купили. Это ты сейчас так говоришь. Да, блин. Она прикольная. Да, ну, это тебе только нравится. Мы денег-то на ней не заработаем. Ладно, может и заработаем. За три. Так. Давай, давай. Давай, вот это вот. А почем чайник? 6500. Обалдеть. Обалдеть. Давай еще разновесики посмотрим. А разновес там есть? Вот эти вот? Нет, это пустая. Ну, тогда надо идти дальше. Ну, пойдем дальше. Надо бить вараритеты. 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 Скажут, дураки, кухеним. А зачем там было? Так. Слишком. Брошки. А в какую цену брошка вот эта? Это брошка тысячи. Ага. Угу. А шкатулочка вот эта? Тоже тысячи. Тысячи. Ага. Старинная. У нас с кольчиком был. Подкрасили чуть-чуть, да? Ладно. Спасибо. Так. Так, что у нас тут? О, а грибочки почем? Тысяча рублей грибочки, да? Да, все грибочки. Ты дешевая. Да, идешь в шоке. Да, и учись, что сейчас медведи в лесу. Да. Если учись, что сейчас медведи в лесу. Да. Что такое за сахарик? Супница. Супница. Ну, шестая. Мазочка такая. Ну, приятно. Ну, не знаю. Если до рублей 200, то можно взять. Винок. Винок. Деколь. Такой. Нет. Интересный. Деколь. Может, нам на консилиум такую, этот, взять рулетку, чтобы проводить? Очень приятно. Там, наверное, уже на миллионах консилиумов она побывала. Побывала. А сколько вот вазочка стоит купоросное стекло? Вот это, народ, на ножке, которая. Второй пищей. Второй пищей, спасибо. Леталлическая фигурка, да? А, нет, она из такого, не такого, не могу, спасибо. За 300 бы я им взяла. А сколько? 300. Нет, 400 рубля, вот, если вы захотите. Ладно. 400 рубля. Подумаем, спасибо. А вот это блюдо сколько стоит? Мужчина, это ваше, нет? Нет, это сахарик. Смотри, ведь. А вот это блюдо сколько стоит, вот это? Да. Это, да? Да, ну, да, стеклянное. 300. 300. Если без сколов, за 200 возьму. А вот это сколько стоит? 300. 300. 300. 300. Сколько качалу? 500 рублей. Зяня, за 200 возьму. Да, не беру. А у кого спросить? А кто заправляет баллы? А это ваше? А вот эти по чем? А там они нет. А пара 12. Ага. А вот шкатулочка клоуаза, она вот такая шкатулочка. Шкатулочка. Костяная? Красиво. Ладно, идем. Лягушка, лягушка похожа на нас, когда мы ничего не нашли интересных вещей. А почему лягушка? Так, кляпы всякие. Не надо? Нет, посмотри, вот, открывашки. Открывашка. А шах вот это в комплекте? Европа, Азия. А сколько стоит? Это 100, это 100, ребята. Ну, в отдельный Сталин, наверное, приятный. А по чем Сталин? Сталин 7 тысяч. Кошечка вон. Сталин 7 тысяч. Щеточку и колокольчик. Приятно. Ну да. А какую цену вазы? 6 тысяч. Да, посмотрим. Давай. Это еще много нам дать. За 6, блин, это Европа. Ага, современная. Ну нет, опасительно. Или мы замучаемся. А, оклад. Нет, за 4. А если за 4, еще что-нибудь? Оклад нет? Нет, нет. Оклад почем? Нет, ну не надо. Он совсем просто нет. Ну ладно. Колокольчик. А торг есть какой-нибудь на эту штуку? Ну да. Торг. За 5. Что за ограбление? Что, взять эту или нет? Давай, я хочу что-нибудь. И что? А? За десятку выставим. Ну, давай попробуем. Да нет, мы на ней это тысячи три заработали, наверное. Не совсем выгодно, да? Ну, так. Просто красиво. По стольку, по стольку. Да, брат. А, фея, 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 фея. Не знаю, или взять, или не брать. Да, и на обратном пути. Дождется, дождется, не дождется. А это в какую цену? Тысячу рублей. Угу. Здесь что-то не хватает? Это купила. Здесь не хватает этой крышки сверху, которая закрывает. Давай я возьму вазу. За 5. И бельщинец. Давай я за 6. Попробуем вазу и пепельницу. А пепельница почем? Она пепельница. Нет, я не боюсь, у меня вошли. А почем пепельница? 2 тысячи. 2 тысячи. Чего? Ну, боюсь. А может, отдадите вазу и пепельницу за 6? 6500. 6500. Давай. Давай. А случайно пакета нет? Какого-нибудь просто? А почем вот эта такая? Что-то еще хрень не стоит. 2500. Нет, все, я все у вас. Ну, там есть как бы мелочная коробка, но я не знаю. 2500. Это хрень. Ну, не знаю. Тебя принесет. Это Геракл со змеями. Как у Ани, ребеночек. Ну. Думаешь, не надо такое? Не надо. За 2? Нет, несет. Не надо. Так, это сколько? 6500 это вазочка и пепельница. А Геракл за 2 продадим? Да. 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 Так, Геракл за 2 продадим. За 800? За 800. Ну, давай колокольчик за 800. Да. Да. Ну, можно, наверное. Да. Так, 200 значит будет же? Давайте. Колокольчик. Ого. Все, отлично. Спасибо вам. А бинокли в какую цену вообще приблизительно? По-разному, да? По-разному. Полуплак. Красивый. Так и пролив. А коробка с игрушками почем? ГДР. Какой? Вот это. Это? Тысяча рублей, девушка. Тысяча? Советская. Это не советские, это ГДРовские. За 500 бы взяла. 700 не отдал, девушка. Да? Ну, ладно, спасибо. Подумаем. А фигурочка вот эта сколько стоит? 100. Вот эта фигурочка сколько стоит? 4000. Ага, извините. Не знаю, сколько вам предложить. А вы сколько предложите? Значит, смотрите, вот здесь это так и должно все быть. Вы там не переживайте. То есть он должен быть разомкнут, да? Да, да. Он должен, потому что здесь все, видите, старое. Вот вы одеваете, а это все ковано. Ухо здесь нормальное. Ну дайте там, ну сколько, я не знаю, 1600. Давайте за полторы. Хорошо, возьмем. Спасибо. Которая занималась изготовлением всевозможных безделушек, да? И через какое-то время стала именем нарицательным. А, понятно. А как открывается, покажите. То есть вы 500 рублей не скинете, да? Да. Еще одна из них. Угу. Все открывается. Ну, бумажку я для вида вложил и вынуть и выбрал. Прямо Париж времен цепелинов, да? Да, да. Они недолго, где-то в Первомировой рассвет был цепелинов. Ну и потом из-за того, что они горели очень хорошо. Это ржавеет K12MF. А грандачная, чтобы фиксация была. У него купили. Хотя есть и старые. У меня бывают... Там ботала ромовая. А, болтик, да? Ага. А под сигарчик вот этот? Под сигарчик 39. У нас в прошлом году еще убежал. Да. Опа. Самостоятельный вар. Не надо. Самого. Не надо. Самого. О, дискеша. Сто. Я расспрашиваю больше. Сто. Молодежи, спрашиваю дискеша. Ну, блин, его тяжело продавать. Черт. А сколько такая стоит? Это 300. 300 рублей. А давайте за 200 она колотая просто вся. 200. Не надо? Башмаки делаете. А если перевернуть, то может ходить. Да. Ладно, погнали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как хотел успехи? 450 рублей потратила. Да. А мы что-то беспощадно тратим. Как-то безумно, мне кажется. Как сволочь. Да. Покажите, покажите, покажите. Жигалка там большая есть. А я решила на рядам по первым, по вот тем пройти. Да. Короче, ты трать не бойся. Да, нет, это я понимаю. Деньги будут еще. Да. Было бы на что, Саша. Как это звучит красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребок. Здравствуйте, господа Богу. О, да. Приятного аппетита. Благодарствую. Да. Наши часы приятные. А почем часы такие? Да, да. Наши. В Люссит Марлене. Мне нравится часам, когда увидел, офигел. По заводам все живое. Эти все съемные. Эти все съемные. Да. Эти все съемные. А барометр какую цену? Этот восемь. Все за двадцать. Эта сучка интересная. Серебря. И вот это, кстати, было. Бывает еще. Бывает. И почему такая? Ну, я ее пока выгуливаю за восемь. Выгуливаю за восемь. Там дальше поглядим. А этот? Эта дверь. Пробочка. У меня частенько выбирают. Ну, блин. Ну, я уже как на коллапе. Хоть как крышка. Ну, сейчас подумаем. Просто когда, как правило, ищешь. У меня нет. Угу. Тебе часы нужно домой, да? Слушай, просто видишь, эти они так и стоят. Эти в Европу вот эту вот злаченную. Ну, состояние хорошее. Ну, я думаю, даже в Европе они уже не так стоят. Ну, да. Согласен. Ну, да. Там тоже с этим уже очень много выбили. Не, ну, они приятные. Поляки, да. Они приятные. Да, согласен. 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 Вот. Возьмите. Сахарница или что это. Выглядит вообще шикарно. Ну, да. Я же, если я думаю, дома хотел себя ставить. А это почем? Это десятка. Десятка. У меня половины уже нет. Я верю, я верю. А мы тоже что-то вон там набрали. Да мы не сможем наварить. Как следы. У нас задача. Да. У нас задача побольше. Не, ну, вы не можете разогнать. Я же как бы ставлю себя. Не, ну, там вряд ли разогоним. Часы, блин, если тысяч за одиннадцать этому. Ну, за одиннадцать где-то совсем. Ага. Я могу там. Двенадцать пятьсот. Двенадцать пятьсот, да? Что возьмем? Ну, давайте двенадцать пятьсот. Давай возьмем, да? Давай. Двенадцать пятьсот. Снимайте. Не, лучше вообще. А есть какой-нибудь пакет, нет? Нет, я вам дам. Я могу купить пупырышки. Да, давайте, да. Просто лучше все равно снять. Хорошо. Транспортировать тогда, да. Их и везли. Он почти как новый. Так, сейчас. Майки. Главное, не понравилось, что это циферблат. Да. Просто состояние хорошее, да. Двенадцать. Посчитаем. В чем фотография вот эта вот с... Они все разные. Вот первая вот эта вот. Вы выбирайте, какую вы хотите. Вот эту. А покажите, пожалуйста. Прошу. Две пятьсот. Две пятьссот. Острещена, справа. Спасибо. А куколка? А куколка эта? Две пятьсот. Две пятьсот. Две пятьсот. Куколка там давай. Какая куколка? Труп. Куколка ты." Три пипссо." Хорошо. Спасибо Вам. А почему вот икона? Вот эта вот quiosité. Где? Десять. 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 А если не спел сам? Это тяжело нам будет. Пойдем. Рок-рок. Огромный звук. Большой звук. Чего сигареты свои? Да, это все уже примелькалось. Да, да, да. Пластиковый. Пластиковый. А вы, да, здесь? А, ну ладно, сейчас. А рог почем большой? 9500. Бороги нужен прикольный. Да, но он в этом шикарный. А почем иконка всех скорбящих радостей? 5. Приятно. Всех скорбящих радостей. Вон рамочка такая, яблочная. И мертвый мальчик, да? Держи. Мертвый мальчик? А почем рамочка? Кого спросили? Полтора-полторы. Рамочка полторы тысячи. А фотографии вот эти вот, они как-то в одну цену или они все по-разному будут? Ну, по-разному. Ну, как минимум от 300 до 1000. От 300 до 1000, да? Самые гордиться есть по 300. Ну, это коллекционный материал, ну, что вы говорите. Странные вещи такие. Не знаю, просто. Ну, вот, не знаю, тысяча рублей здесь. Арт-де-кор, отличная вещь. Рамочку берем за тысячу двести. Хорошо. А шива почем? Рамочку берем за тысячу двести. Да. Оп, прошу. Почем пионеры такие? Это гипс? Пионеры, тема вообще хорошая. По три все. Ну, я не знаю. А минимальная какая, наверное, цена? Если опыта. 3600. 3600. А по три если все? Нет. Сколько получается? Раз, два, три. Берем в магазин. По четыре копки. Вот сейчас я его просто накормил. Поэтому ближайшие там пару недель, он меня не берет. Он придет, возьмет. Я верю, да. У меня их семь штук, сейчас разное. Вот я только четыре выставлю. Короче, 3600, да. 3600 это минимум. 3500. Нет, нет. 3600. А можно взять, например, вот этого и вот это? Возьмем? 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 Нет, ну получается совсем двести. Вот пионер вот этот за три. Шестьсот. И такой... В магазинах по десяткам я отдаю. Да, верю, да. Нет, и пионерку, например. Вот эти вот две за... Получается семь двести, да? Давай. Да. А графин в какую цену? Это три. Это две. Три тысячи. Там нету пробки, да и это не родная пробка. Да. Крутки каталок, посмотрите. А там без колок, без трещин? Без. Аккуратно. Да, да, да. Что-то не такой ни разу не попадался. Крутки каталок, посмотрите. Родная пробка. Ну, блин. Что-то она не бьет. Здесь же пробка-то такая, сверху еще вот на эту одевалась. Вот чего не знаю. Семь двести. Так, семь двести. Мы этих забираем. А этот, блин, хрен ужин. Пробки, мне кажется, вообще не супер. Ну, я вот такую взял, я посмотрел по каталоку. Здесь же должна быть еще бы такая. Здесь маленькая пробочка, а здесь сверху большая, нет? Не знаю. Я посмотрел бы на каталоку, именно такая пробка. Отдайте за две. А сколько она стоит? Три. За две пятьсот. Да, блин. Берем? Я не знаю, что это такое, но берем или нет? Две пятьсот. И вообще не понимаю. Надо? Давай возьмем. Давай несколько. Виноград, он редкий. Ну, да. А вот сюда я первый раз тоже попался. Ну, вот он редкий. Хорошо. Сейчас надо посчитать. Так, ты есть две пятьсот там еще? Две, две сто, две двести, две триста, две четыреста, две пятьсот. И осталось десять рублей. В чем рогатка? Так, а можно я на карту переведу? Потому что у меня что-то либо пятерки. Двести, да? Да. Ага. Опа. 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 А почем мишка лежачий? Две тысячи касслей. Две тысячи касслей. Ну, только стоит. А за полторы? Не, не могу. Не можете? Жаль. Это уже по закупке отдается. Ага. Ага. Так, а давайте дороже. Зачем по закупке? Ну, я просто не хочу продать. Ага. Логично. Какого он года-то? Красный. Какой-то очень старенький. Ладно, спасибо. А почем ножик такой вот этот? Какой? Вот этот. Две тысячи это. Ну, прикольно. Ну, для истории это вообще огонь. Для истории огонь. А за 1200? Возьми. Да, что я берем. Четыре. Зажигалки сай. Зажигалки у него по семь, по восемь. А у вас зажигалки почем? Какая? По две. Это семь, по двенадцать, это пять, это пять, это девять. Дороже, чем у меня. Вот какая тут приходила, 15 тысяч. И почем такая? 75 тысяч. Сколько? 75 тысяч. А ремень? По тренадцать тысяч. Тренадцать? Зажрался молодой человек. Нет, вещички-то хорошие. Нет, хорошие. Нет, нет. Весь макнестан. А почем? Да нет. Да нет. А чего, сколько это? Десятки. А чего, сколько это? Где лежит? Внутри пакета, да? Внутри пакета. Еще что-то лежит там. Давайте за семь. Восемь. 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 Да? Восемь. 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 Нет. Там какая-то хрень. Я думаю, что это тем содержимым. Хоть оставить. Давай. Хе-хе-хе, блин. Можно и не оставлять, да? Да, там все говорю. Ладно. Там чашечка. Так, короче, я даю. Так, держим. Ну, блин, бой тут. Вон бой. Свои иные. Следите за даванием. Ну, блин, они без клима, а. Поставите. Ладно, пойдем. Все, погнали. За полторы. Ну, как этот, как старый дед. Ребят, нормально, заработаете. Я не знаю. По закупке отдам. Я больше всего рад вот этой штуке, которую Саша в руках. Которую Саша несет тяжелее. И часы тоже тяжеленные, конечно, несет Саша. Мы потратили все деньги. Может быть, какие-то деньги остались у Ани. Так что идем. Настроение отличное. Все замечательно. Прекрасно. Будем сейчас все это продавать. Ну, обзор, потом продавать. Все вещички мы привезли в магазин. И сейчас более подробно посмотрим, что купили. Вот эту птичку. Непонятную. Но вот Аня говорит, что она приклеена. И подделана. Купили за 200 рублей. Попробуем ее продать, наверное, за 800. Вот эта мне больше всего понравилась штука. Не знаю, что это такое. Может быть, вы подскажете какая-то. Может быть, на столе просто стояла. Или часть от чего-то. Купили мы ее за 8000 рублей. 1908 год. Попробуем продать за 15-20. Это для приборов. Сюда у нас вставлялись ножи. Купила Аня. За сколько ты ее купила? За 2000. За 2000 рублей. Попробуем продать ее за 5. Ну, за 3500 минимум. Это маленькая книжечка. Я туда все Аня покупала. Иди сюда, расскажешь. Где ты ее купила и почем? Я купила у какого-то, я так понимаю, что копчика. Я купила за 1000 рублей. После торга 500 рублей он мне скинул. Мне понравилось, что здесь Эйфелева башня. И цепелин, который над ним висит. Вот. И такой сюжет мне очень понравился. Настоящий модерн. Записная книжечка. Ну, современный карандашик. Бумажка вставлена уже современная. Но, в принципе, отражает эпоху полностью. Я думаю, что мы без проблем ее продадим. Ну, за 2000 точно. А голову? Лошадиная голова очень такая популярная история. Часто они встречаются, но продаются тоже неплохо. Лошадей любят. Купили за 1,5. Будем пробовать за 2,5-3,5 тысячи продать. Эти две тарелки мы купили Саше за 1,5 тысячи рублей. Попробуем каждую продать за 1,5. Саше очень понравилась зажигалка. И купили ее за 700 рублей. Ане тоже она понравилась. Офигенная зажигалка. Она говорит, что будет за 3 тысячи продавать. Я, блин, не знаю. Ну, полторы край, мне кажется. На память в день 30-летия Ира Гриша. 2009 год. С этими часами непонятно, лоханулись мы или не лоханулись. Купили за 12,5 тысяч. Они не работают. У них сорван завод. Но попробуем их продать тысяч за 18. На самом деле, я такие продавал. И продавал где-то тысяч по 25, но долго. Графин нас развели, наверное. Может, не развели. Мы сами появились. Купили мы его вроде бы за 2 500. Я уже не помню. Но вы только что смотрели. И попробуем продать его тысяч за 5. Колокольчик попробуем продать за 2 500. Аня купила крюк. Ей очень понравился. За полторы тысячи рублей. Непонятно что. Ей сказали, что это для колодца. Мне кажется, классная интерьерная штука. Он точно дореволюционный. Отличная ковка. Это кусок металла, который, знаешь, когда копыри копают. Очень фактурный. А вот Аня полторашечку отдала. А мне очень понравилась рогатка. Купили мы ее за 200 рублей. Я не ожидал, что так дешево. И она такая старенькая. Еще пепельницу купили мы за 2. Вроде бы тысяча. Зажигалка для курительных трубок. Вот отсюда пламя сбоку. Можно было трубочку поджигать. Рамочка. Попробуем продать ее за 2 500 за 3. Вот эта штука такая большая. Попробуем продать тысяч за 10. Конфетница, фруктовница классная. Так, это Геракл. Попробуем продать его за тысячи за 5. И тарелка купила Аня. Что за тарелка? Интерьерная, огромная, гигантская тарелка. 250 рублей. Я думаю, что такой дизайнерскую за 2 тысячи точно продадим. Хорошо. И еще селедочница. Советское стекло. Шикарное, штампованное. Марганцовка. Да, марганц. Отличная рыба. Купили за 200 рублей. Думаю, что тысячу получим. Вот и больше. Я лоханулся с пионерами. Это современные пионеры. Но я их изначально знал в Касле. И на вид они продаются по 2 800. А мы заплатили за каждого по 3 600. Мы будем хотя бы тысячи по 5. Но они прикольные. Если не продадутся, будут просто всегда стоять на полочке. История был простым. Что такое? Это значит нет. Давайте за дверь. Давайте. Давай. А если будет долго и ничего не найдешь. Пожалуйста. У нас колокол. А я тоже не могу? Гвоздь-кнопка в итоге ушла за полторы тысячи рублей. Вот мы её продали. Поздравляем с продажей, полторы тысячи рублей. Многие говорят, что это для косы, для отбивания. Пионера и пионерку чугунные каким-то чудом у нас купили за восемь с половиной тысяч рублей. Вот мы на страницу заказа поздравляем с продажи. Мы получили восемь пятьсот. Спасибо большое тому, кто купил. Балеринка Уланова без пальцев, которая на мешке ушла за полторы тысячи рублей. Я точно знал, что она уйдёт. Всегда почему-то уходит за полторы тысячи. Эту маленькую лампадку нам подарили подписчики. И сказали, это вам для проекта. Вы её продадите и деньги можете положить в кассу. Сейчас мы попробуем найти видео, где они нам дарят. Только надо подчеркнуть, что Людмила Сергеевна под этой лампадкой замаливала грехи. Хорошо, Людмила Сергеевна под этой лампадкой замаливала грехи. Хорошо, мы её продаём, да, тогда? Да, в копилочку до миллиона. Да, спасибо большое. И всё, ваших новых роликов. Да, спасибо, спасибо, очень приятно. И она ушла, мы поставили её с пятиста рублей, набрала 2499 рублей. Этот инструмент, который мы купили в предыдущем видео, ушёл в итоге за 1200 рублей. Торги по данному товару уже завершены. И продался он за 1200. Миниатюрная керосиновая лампа ушла за 1500 рублей. Вот сделали ставку и за 1500 рублей человек её приобрёл. Подставка под столовые приборы, которые купила Аня, ушла за 3570 рублей. Даже была небольшая борьба. Голову лошади купили за 3000 рублей. Она уже доехала до человека и мы получили оплату. Мы продали совсем немного вещей, но я думаю, что мы продали их выгодно. И ещё осталось куча вещей, сейчас мы сделаем небольшой обзор мы сделаем сейчас. Что ещё осталось? Остались часы. Мне осталось вот это вот приятное. Блюдо, которое купила Аня, оно большое. Оно под чипсы. Она очень любит, что я когда пакую вот это всё в такую коробку и отправляю. Купили часы, они оказались не рабочие, там всё сломано, механизм. Ну как сломано, так. Ну просто перетянутый и всё, надо его восстанавливать. Но часы антуражные. Рано или поздно их купят. Купили такую штучку за 100 рублей, за 500 рублей её не можем. А за 200 мы купили. Не можем её продать. Пила, которую купила тебе понравилась. Да, кайф. Да, которая вот там, мне кажется, ты будешь когда... До конца уже буду берёт рыбать. Такая штука, она мне очень нравится. Кто-то сказал, что это для праха, но я не верю в это. Или пепельницы. Да, ложка для мороженого. Подожди, она тяжеленная, килограмм 10, наверное, 12. Ложка для мороженого, мы её, кстати, забыли выставить, и она не продаётся. Она просто лежит у нас тут в магазине, надо её выставить обязательно. Ну вот цену примерно-то скажи. Ну не знаю, полторы, две, лучше три. Лучше три. Графин шикарный остался ещё у нас. Вот это ружьё-ручку постоянно тягают, просто куча вопросов, но никто не покупает. Боятся. Да. Растрелиться. Да, ещё мы поехали, в прошлый раз купили ещё ножницы, потому что в прошлом видео они по 2 500 разлетелись. Такая собачка ещё у нас. Такса бронзовая. Записная книжка, которую купила Аня, и у неё большие ставки на неё, но она держит. Шикарная. Да. Ну, такая, да. Монетница. Ну, условно, она прикольная. Набрала очень рогатка за 200 рублей. Похоже, это современно. Рамочка. Вот яблочный спас, когда будет. Кого спас-то? Не знаю. Крючок. Не знаю, от колодца или чего это такое, для чего. Кто бандажем увлекается, можно подвешивать. Такая чугунная птенец. Птенец. Яйцо раскололся, сколько содержимое. Шарики музыкальные. Это потрясающе. На самом деле я их очень много продал, наверное, штук 15 таких наборов. Почему этот не берут, не знаю. Так, бюст. Бюст Толстого. Зажигалка для трубки курительная, чтобы прикуривать. Бюст Ломоносова. Его уже девушка почти оформила на ВИТО. Вот, может быть, сегодня-завтра его купят за 3000 рублей. Баночка вон почти шикарная. Да. Вот эта ваза, ее присмотрят, кстати, ее постоянно цепляют. Мы ее поставили 10 тысяч рублей, отдадим за 8. Но ждем клиента. Яйцо. Оно вообще легендарно, уже выполнило свою миссию. Да. И ремень. Ремень закручивал, подожди, для сигарет, подстаканник и печать якуды. Пепельница. Пепельница за такой сюжет. 3000 рублей мы ее поставили. Всего ничего. Она может. Товара накопилось много. Денег еще у нас в кассе осталось. Много? Ну, немного. Давай сейчас скажем сумму. А вот она, высветилась. Она высветилась? В бумажечке у нас. Вот это правильно сумму, да? Да. Сейчас в кассе 51 849 рублей. Спасибо подписчикам, что вы нам подарили такую лампадку. Мы ее продали за 2400. Спасибо большое. И вообще всем подписчикам огромное спасибо, что вы приходите, поддерживаете. За донаты спасибо. Тоже очень приятно. За подарки, которые вы дарите. Это очень приятно. Банк донатов здесь тоже высветится сейчас. Все продолжаем что-то копить, собирать. И затем уже что-то придумаем, что с этим банком делать. Но в благое русло тоже пойдет. А мы отправимся опять на барахолку закупать новые вещи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok